Искусственно созданный дефицит. Жители Симферополя жалуются, что в местных аптеках не найти традиционное средство респираторной защиты – маски. Алина Бакланова провела собственный рейд и готова рассказать, есть ли смысл переживать и обоснован ли спрос. Младший брат Дмитрий Аляха учится в начальной школе. В детском коллективе инфекционные и вирусные заболевания распространяются быстрее. В классе у многих ОРВИ. Для личной безопасности решили купить медицинскую маску. Масок в аптеке не было. Мне отказали. Ходил в другие аптеки. Масок там тоже не обнаружено. На полуострове эпидемиологический порог гриппа наступил еще в феврале. Сегодня ситуация стабилизировалась. Но о профилактике забывать не стоит. Переменчивая погода для крымчан сегодня – главная опасность. Медицинские маски обеспечивают защиту организма от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Врач, например, обязан надевать такое средство защиты для того, чтобы осмотреть пациента, а обычные жители – чтобы обезопасить себя от респираторных заболеваний. В социальных сетях крымчане стали активно распространять информацию о том, что масок в Симферополе не осталось. Мы решили проверить это лично и зашли в несколько частных аптек. Такой дефицит в аптеках связывают со вспышкой коронавируса, который зарегистрировали в ряде стран. Всеобщая паника в Симферополе создана искусственно. В Крыму сегодня заражения нет. Для исключения опасности на карантине сегодня находится 50 человек, которые ранее побывали за границей. В большом спросе раскупают, разметают просто все с прилавков. У нас уже реализовано за вот этот период более 30 тысяч масок. Здесь больше ажиотаж подогретый средствами массовой информации. Абсолютно нет никакого смысла вот в таком количестве их скупать. Государственные аптеки заказали дополнительно новую поставку партии медицинских масок. В крайнем случае особо мнительным гражданам для личного успокоения специалисты рекомендуют использовать ватномарливые повязки. Алина Бакланова, Владислав Кравцов. Новости 24.